Итак, Рамис Гусейнов, один из самых оригинальных судей. Расскажи, пожалуйста, что тебе нравится в судействе больше всего? Объективность, честность. И это же вызывает кураж, когда ты выходишь из двух сильнейших борцов, как 7,4 килограмма, там 5 чемпионов мира. И из них их судить, решать и показывать правильную оценку, и быть в их месте, мы решаем, кто побеждает, кто чемпион. Они борются, а мы только оцениваем. Люди думают, что мы что-то другое делаем в суде. Мы только показываем оценку, которую ребята заслужили и заработали баллы. В интернете очень много видео, как ты достаточно, как арбитр, так вот бурно ведешь поединок. Это что в тебе просыпается? Борец? Честно говоря, да. И хочется, знаешь, публику поднять. Чуть-чуть борются, и когда попадают моменты, например, в туше, она произвольно выходит. Хочется сальто сделать, хочется кураж сделать, чтобы болельщики поняли, что борьба – это зрелищный вид спорта. А на каждую схватку ты не готовишься, она просто сама идет. Просто выходит из себя, и ты не держишь себя, делаешь сальто, и показываешь в туше, показать людям, что борьба – это сила. А судейское сообщество как воспринимает твою такую необычную манеру, и почему не перенимают? Ну, честно говоря, я патендовал это, и сказал уже все. Ну, хотелось как-то ворваться необычно, чтобы… Она же идет не по плану, она от души идет. Если было бы так, каждый прыгал бы. Она вот сама от души идет. Мне говорят, все, не прыгай. Я говорю, иногда надо где прыгнуть. Она от души идет, поэтому… Ты абсолютно прав. Ну, плюс тебе еще вес позволяет. Многие же твои коллеги, так сказать, с животиком… Да, ну, мы же тренируемся, мы малышей тренируем. И мы, судьи, сейчас уже должны быть в форме, как футболисты, которые бегают. Ну, красиво же, когда судья стройный и аккуратно ходит. Конечно. Поэтому… Скажи, пожалуйста, ты как тренер в «Динамовской школе» работаешь, и как судья. Вот что тебе больше нравится, с детьми или все-таки судейство? Ну, с детьми – это одно наслаждение. Это детей любить, воспитывать. Тренер – это вообще, чтобы быть тренером, надо быть просто любить детей. А судейская карьера, она уже понимает, что это твое. Не каждый тренер может судить. Это очень тяжело. Вот у нас в «Динамо», например, есть 25 тренеров. И никто не хочет судить, потому что, ну, два борца борются, два тухума борются. И надо одному из них поднять руку и сделать так красиво, чтобы они поняли, что ты не специально, что это они решили эту схватку. Поэтому дух надо иметь, чтобы судить. Не каждый может. Скажи, пожалуйста, ты как судья о чем мечтаешь вообще? Какая вершина твоя в судействе? Ну, я сейчас судья международной второй категории. Мечта у любого генерала, у солдата быть генералом, хотя бы отсудить чемпионат мира, Олимпийские игры. Мы молодые, красивые еще судьи. Может быть, впереди еще наш шанс такой. Для судей, как для борца, олимпийский чемпион, это отсудить судей Олимпиаду или чемпионат мира. Один раз хотя бы. Это будет уже шедевр. Ну, пока ты к этому стремишься. А вот на сегодняшний момент, какая самая яркая твоя работа в качестве судьи? Или самый яркий поединок, который вот ты помнишь, и он в тебе живет постоянно? Ну, я вот судил Германию, судил чемпиона мира, 74 килограмм нашего американца. И была очень интересная встреча, этот немец с ним боролся. Такой бой ему дал, не ожидал. И такая схватка была, очень грубка. По 3-0 выиграл он, и я даже не ожидал. И чуть-чуть попотеть меня застал, потому что 3-0 счет очень для чемпиона мира. Да, немец был простой борец, и вот это понравилось. Это Бароуз Джон, да. Да, да, Бароуз вышел финал, и я думал, что все, здесь будет решающе. И немец, когда ему бой, сам Бароуз даже не ожидал. Спасибо. Ну, еще у меня вопросик один. По сегодняшней борьбе, какая наиболее интересная, на твой взгляд, и почему схватка была? Или, может быть, несколько? Нет, вот сегодняшний день это зрелищно. Жеребьевка была такая, не каждый пожелает ее. Ну, первую схватку выходят чемпионы мира. Два Цаболов, Седаков. Другие схватки будут сильнейшие. И очень интересная, борьба страстная. А вечером ближе к финалам будет еще жарче. Поэтому, уважаемые болельщики, любите, смотрите на что. Любимую, вольную борьбу. Будем надеяться на лучший результат. Спасибо. Спасибо.